О химической атаке на последний оплот сирийских повстанцев, город Дума, первым в субботу сообщило Сирийско-Американское медицинское общество. По их данным, в результате атаки погибло 49 человек. Другие организации сообщили о более чем 70 жертвах и около тысячи пострадавших. В странах Запада уверены в причастности к произошедшему сирийских правительственных войск. Мы следили за развитием событий, изучали данные из нескольких источников, и все они убедили нас в том, что именно сирийский режим несет ответственность за химическую атаку. Сомнений нет и у президента США Дональда Трампа. В своем твиттере он назвал сирийского диктатора Башара Асада животным, а также возложил часть вины на Россию и Иран. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку этого животного, Асада. Большая цена за это будет заплачена. Немедленно откройте зону для оказания медицинской помощи и проведения расследования. Государственный департамент также заявил, что Россия должна понести ответственность за произошедшее, если причастность режима Асада к химатаке будет подтверждена. Власти Сирии и России все отрицают. Более того, российская сторона утверждает, что химатаки и вовсе не было. Туда уже на это место выезжали и наши военные специалисты. Там побывали представители сирийского общества Красного полумесяца. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан. Интересно, что еще в пятницу Россия заговорила о якобы готовящейся провокации – химатаке сирийских повстанцев против мирного населения. Сегодня же Кремль больше волнует авиаудар по сирийской военной базе Ти-Фор, который был осуществлен позднее. Это лишний раз говорит о том, что там слишком опасно становится в Сирии, где появились игроки, которых никто никуда не приглашал. Ответственность за авиаудар сирийские правительственные СМИ тут же возложили на США. В аналогичной ситуации год назад Дональд Трамп действительно отдал приказ о вооруженном ответе. Но на этот раз Пентагон заявил, что не совершал ничего подобного. В настоящее время Министерство обороны не осуществляет авиаудары в Сирии. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем дипломатические усилия по привлечению к ответственности тех, кто использует химическое оружие. Вместе с тем, возможность американского ответа министр обороны США Джим Мэттис не исключает. Я ничего не исключаю. По данным Associated Press, в результате авиаудара погибло 14 сирийских военнослужащих. Министерство обороны России возлагает ответственность за это на израильские вооруженные силы. По данным ведомства, Израиль выпустил 8 ракет-самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана. 5 ракет сирийским ПВО удалось перехватить. Андрей Деркач, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка.